Продолжение следует... Но об этом чуть позже, а пока несколько общих слов, которые я обычно говорю перед началом нашего вебинара. Посмотрите, пожалуйста, в начало нашего чата. Здесь вы увидите три полезные ссылки. Первая ссылка ведет на наш сайт, на главную его страницу, на страницу расписания вебинаров. И в этом расписании вы можете зарегистрироваться на все расписания до конца июня месяца, до конца нашего учебного года. У нас еще достаточно обширная программа предстоит вебинаров, и вот на любой из этих вебинаров вы можете зарегистрироваться. Можете также прямо со страницы посмотреть записи наших предыдущих вебинаров. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, где вы можете познакомиться с записями вообще всех вебинаров, которые когда-либо проводились компанией Direct Media. Их уже почти 300 на нашем видеоканале. Так что подписывайтесь на наш видеоканал и будете всегда в курсе того, какие записи на нашем канале выкладываются. Ну и последняя ссылка для всех, кто интересуется онлайн обучением. У нас недавно появилась новая страница на нашем сайте Direct Academy, онлайн курсы, где компания Direct Media предлагает курсы экспертов в области, в различных областях. Онлайн курсы для юридических, ну и частично для физических лиц тоже. Вот, как всегда, я хотел бы проанонсировать два следующих вебинара. Сейчас эту информацию я помещу в чат. Наш следующий вебинар пройдет 6-го числа, послезавтра. Это будет мой вебинар. Вебинар будет называться «Интерактивные путешествия в учебном контенте». Вебинар, как и прошлый вебинар по таймлайнам, будет не информационный, а учебный. То есть там будет подробно рассмотрен один из сервисов. Так что кто интересуется учебным контентом, интерактивным, пожалуйста, добро пожаловать на мой вебинар. Ну и 7-го числа, 7-го числа в 12 часов Константин Костюк, наш генеральный директор компании «Директ Медиа», проведет вебинар «Международная практика использования электронной книги в научных библиотеках». Общие и различия. Вот, добро пожаловать на эти вебинары. Повторить первые ссылки. Они уже ушли, наверное. Сейчас посмотрю. Нет, первые ссылки находятся в чате на самом верху. Если вы чат промотаете на самый верх, то увидите те ссылки, о которых я говорил в самом начале. Ну, на всякий случай. До сих пор меня продолжают спрашивать по поводу сертификатов, которые не приходят по почте. Я напоминаю, что с 18 мая мы изменили практику выдачи сертификатов. Теперь сертификаты выдаются прямо на нашем сайте. И вот тут я еще раз все-таки продублирую ссылку в чат, где они выдаются. Вот, пожалуйста, приходите вот сюда. И там все разъяснено. Сертификаты вы можете получить, как и раньше, бесплатно. Но теперь это делается на особой странице без всяких рассылок. Ну что, я думаю, что достаточная вам информация сообщил первоначально. И теперь я все-таки хочу немножко проанонсировать сегодняшний наш вебинар. Он необычный. Это первый вебинар из серии из трех вебинаров, которые проведут победители конкурса тем вебинаров от слушателей Директ Академии. Я очень рад, что у нас сегодня столько народу и так много людей захотели посмотреть вебинар одного из победителей. Ну, давайте я больше не буду задерживать. И передам слово Сергею Васильевичу Напалкову для того, чтобы провести сегодняшний вебинар, который называется «О конструировании веб-квестов образовательного назначения». Сергей, прошу. Добрый вечер, Павел Юрьевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рад, что у нас собралось большое количество человек. И сегодня хотелось поговорить с вами о конструировании веб-квестов образовательного назначения. Выступление будет состоять из двух частей. Это теоретическая часть и практическая часть. Что хотелось бы сказать теоретической частью, буду, коллеги, стараться говорить громче, я вас понял. Прибавьте у себя микрофон, но это на всю возможность, что есть, что возможно говорить. Сегодня мы с вами поговорим о образовательных веб-квестах, но не о простом их применении, а рассмотрим именно с теоретической точки зрения. И поделюсь тем опытом, который непосредственно мы создавали и использовали в Розамасском филиале Университета Лобачевского. Ну, на слайде представлен план нашего сегодняшнего вебинара с вами. Мы поговорим о возможностях и перспективах применения веб-квест-технологий, конструировании и использовании образовательных веб-квестов. На примере именно тематических образовательных веб-квестов, что за тематические образовательные веб-квесты мы рассмотрим с вами. Ну, и проектирование контента, это содержание самого образовательного квеста. И также покажу примеры образовательных квестов, которые коллеги уже используют. Ну, и первый наш с вами пункт, это возможности применения веб-квест-технологий в образовательном процессе. Как говорит Марткович, теперь учитель должен учить искать и находить новые знания, учить жить собственным умом, учиться умению самостоятельно. Именно эти же, эта же фраза, эти же слова заложены на сами государственные образовательные стандарты, как и высшего образования, так и общеобразовательные школы. Теперь мы должны показывать школьникам, студентам, как находить информацию, как... Коллеги, прошу прощения, я вернулся здесь с вами. Почему-то вылетает иногда. Ну, и во всем этом, учить самостоятельно школьникам, студентам, нам с вами будут помогать электронные образовательные ресурсы. Определение на слайде, не хочу на этом углубляться, все мы про это прекрасно знаем. Большой акцент хочу сделать на стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Она была утверждена указом президента Российской Федерации 1 декабря 2016 года. И в ней есть так называемые стратегические ориентиры. И возможности научно-технологического развития. Или, как еще их называют, большие вызовы для общества. Как раз в одном из подпунктов больших вызовов говорится о том, что есть новые внешние угрозы национальной безопасности. В том числе, там рассматриваются такие угрозы, это использование различных образовательно-сторонних сервисов и ресурсов. Поэтому можно говорить о целесообразности как раз создания собственных образовательных электронных ресурсов, в том числе и образовательных веб-квестов. Ну и также в стратегии говорится о приоритетах и перспективах научно-технологического развития. Эти перспективы пересматривают, пересматривают многие области, университеты и уже говорят о стратегии к 30-му году. Ну и там есть пункты, это переход к передовым, цифровым, интеллектуальным, как раз таки тоже образовательным технологиям и ресурсам. Поэтому, когда мы с вами будем говорить о веб-технологиях, о веб-квест-технологиях и вообще об электронных образовательных ресурсах, то об актуальности как раз таки можно говорить и ссылаться на как раз таки стратегию научно-технологического развития Российской Федерации. Но первое описание веб-квест-технологии, или как еще говорят веб-квесты именно, было дано американскому ученому Доджем, который понимал поисковую деятельность и переход по гиперссылкам, используя интернет или используя интернет-источники. Сама же веб-квест-технология – это непосредственная навигация по гиперссылкам, которая позволяет создавать различные обучающие системы. Веб-квест, если мы рассматриваем с педагогической точки зрения, это проблемные задания с элементами ролевой игры. Веб-паутина, интернет-квест – непосредственно как раз таки игра. Ну и для того, чтобы эти все задания и элементы выполнять в виде игры, нам с вами необходимы информационные ресурсы сети интернет. И если мы с вами будем говорить о дидактическом назначении образовательных веб-квестов, как рассматривают современные дидактики, это проект. Причем у этого проекта вся информация, с которой работают учащиеся, она хранится в интернете на различных веб-сайтах. Но также образовательные веб-квесты могут не обязательно быть через интернет, а допустим, посредством облака, либо сделанной в виде презентации. Как раз о том, как можно их сделать, мы с вами поговорим в дальнейшем. Ну и тем, чем мы занимаемся, работаем, это не просто образовательные веб-квесты, которые эпизодически используются в учебном процессе, а мы говорим именно о тематических образовательных веб-квестах, информационный контент, которого определяет содержание учебной темы, целями и задачей ее изучения, и предполагает учащимся выполнение учебно-познавательных заданий по поиску и сбору информации в сети интернет. То есть, если мы с вами возьмем один предмет, школьный, будь то это будет из высшей школы, то у нас все с вами разбито на разделы. Допустим, алгебра, восьмой класс, пять-шесть разделов в зависимости от учебника. И к одному из разделов, к одной учебной теме, к одной единице, мы как раз таки с вами и готовим такие образовательные веб-квесты. Поэтому он и получил название именно тематический образовательный веб-квест. Как принцип и логика выделения компонентов информационного образовательного веб-квеста представлено на слайде. Первое, что мы сделали, это провели анализ содержания учебной темы, посмотрели на специфику содержания учебной темы, особенность целей и задач заключительного этапа изучения учебной темы, а также посмотрели опыт учителей и педагогов по организации самостоятельной деятельности. Итак, нами выделен был теоретический материал, практический, исследовательский, исторический. Это то, что как раз и заложено в самой специфике учебной темы. Теория, вопрос различных упражнений, задачи, задания, исследования. Это исследовательские, проблемные, различные цепочки задач, либо учебно-познавательные исследовательские карты. Исторический материал. Это тот материал, все наши с вами исторические сведения. Библиографические справки. То, что иногда порой встречается на страницах учебников, но иногда хотелось бы очень побольше. Ну и, конечно, мы не забыли посмотреть на опыт учителей. И самое главное, что делают педагоги наши, это устраняют возможные ошибки и недочеты в знаниях учащихся. Как раз-таки это тоже очень касается подготовки к единому государственному экзамену, когда, как иногда говорят, что мы натаскиваем именно на устранение этих ошибок. Ну и здесь могут быть заложены различные провоцирующие задачи, статизмы, продукты и так далее. Вот это все у нас с вами. И есть информационный контент образовательного веб-класса и не тематического. Почему? Потому что мы рассмотрели именно учебную тему. Отсюда мы с вами и формируем тот контент, который непосредственно будет давать школьникам. Все задания, которые наполняются. Ну и чтобы школьники или студенты понимали конкретно, что от них хотят, мы все это в свое время перевели в компоненты информационного контента тематического образовательного веб-класса. Так у нас их получилось пять. Это теория, теоретический компонент, приложение, прикладной характер той или иной учебной темы, проблемы, это непосредственно исследование у нас с вами, архивы, это исторический материал и ошибки. Далее все это представили в виде паутинообразной модели. Это чтобы более наглядно было представлено. Во главе у нас с вами, как я уже говорил, учебная тема и радиально от нее уже расположены те самые пять компонентов. Если мы с вами говорим, допустим, об историческом компоненте, то в каждом из компонентов мы дали вид деятельности обучающимся, что он будет делать. Если это исторический компонент, то историк, теоретический, теоретик, далее исследователь, ошибковед, практик. Как раз вот эти составляющие компонентов можно считать областями ролевого определения участников. То есть то, непосредственно что будет делать школя. То есть учебную тему разбиваем на пять составляющих, теория, проблемы, ошибки, приложения, архивы. И начинаем формулировать задания таким образом, чтобы учебная тема разбилась на пять составляющих. Вот те составляющие, которые у нас с вами заложены, как раз мне дальше с вами на слайде хотелось показать. Но перед этим следует отметить, что просто так мы не смогли начать формулировать задания. Рассмотрели и составили комплекс требований, определяющих содержательную специфику задач на конструкции. Но вот комментарии вижу, иногда буду сразу же отвечать. Это не магистерская диссертация, это в 2013 году защищено диссерционное исследование. Диссертация на исключение ученых темы кандидата в педагогическую науку. Материал уже поэтому апробирован и активно внедряемый в спорте. И так вот, возвращаясь к комплексу требований, стоит сказать, что при составлении заданий образовательных веб-квестах следует смотреть на целевую направленность. Это что самое главное, развитие познавательной самостоятельности, развитие интереса, ну и пользование интернет-ресурсами. Как раз таки это у нас осталось с вами закладывается образовательными стандартами. Дидактическое назначение – это обогащение изученных знаний, установление внутри- и межпредметных связей и схематизация визуальных представлений. Структурные особенности – это подчиненных одной общей цели, всех именно поисково-познавательных заданий квеста, единая логика следования в различных компонентах и лексическая идентичность формулировок. Ну и комплекс, который отражает характер мыслительных процессов – это поисково-собирательная направленность, сочетание репродуктивности творческой деятельности и продуктивности. Иногда задают вопрос, почему нет компонента творческих. Как раз таки он именно в комплексе требований по характеру мыслительных процессов и закладывает. То есть в каждой из пяти компонентов мы с вами творчество и закладываем. Но далее на пяти слайдах будут представлены примеры поисково-познавательных заданий, в данном случае по теме признаки делимости из курса алгебры основной школы. Если мы здесь с вами не все математики, в дальнейшем будут примеры по другим предметам, по литературе в частности, по биологии. Главное сейчас нам понять суд, что мы закладывали именно в тематические образовательные веб-квесты. Значит смотрите, первый компонент архива, то есть он школьник либо студент должен сделать. И каждый компонент мы делим на подкомпоненты узнать, создать, оформить. Данный вид названия подкомпонентов уже нас с вами побуждает на тот или иной вид деятельности. Поэтому смотрите, если мы говорим о подкомпоненте узнать по теме именно признаки делимости, то задание можно сформулировать следующим образом. Зачем могли понадобиться людям признаки делимости, когда и как люди сформулировали признаки делимости, ну и кто из ученых-математиков внес вклад в открытие признаков делимости. Что предлагаем создать? Хронологию, открытие признаков делимости чисел, галерею ученых-математиков, внесших свой вклад в нахождение признаков делимости, Ну и биографию научных трудов, посвященных именно признакам делимости. Все это мы с вами оформляем в виде проекта. Проектную деятельность, которую никто у нас с вами не отменял. И название проекта может быть следующее. Исторический экскурс нахождения признаков делимости. Как раз таки планом можно взять именно из-под компонента создать планом работы. Поэтому образовательные веб-квесты позволяют школьникам не только систематизировать и повторять учебный материал, но также грамотно составлять презентации, доклады, рефераты. Ну и еще один немаловажный компонент это продуктивность обучения, нацеленных на продукт. И здесь мы с вами видим, что продуктом может быть презентация, реферат или доклад. Переходя к другому компоненту образовательного веб-квеста, мы видим с вами, что лексическая формулировка поископно-наважного задания сохраняется. И также остаются под компонентом узнать, создать, оформить. Что же предлагается узнать именно в теоретическом компоненте? Это различные определения понятий используемых в признаках делимости, взаимосвязи изученных признаков делимости друг с другом, ну и зависимости отраженных признаками делимости, касающихся своих чисел. Создать тезауру с темы, это небольшой словарик, опорный конспект темы признаков делимости, либо структурно-логическую схему. Иногда возникает вопрос, что структурно-логическая схема тяжело, школьники не могут это делать, даже студенты не могут. Но большая часть структурно-логических схем есть уже в сети интернет, и наши с вами обучаемые заходят, без проблем их находят, компилируют и создают уже свои логические схемы. Ну и опять мы с вами говорим о продукте. Нацеленность на продуктивное обучение предлагается все это оформить в виде проекта. Анализ развития признаков делимости, либо презентация, либо реферат, либо доклад. Следующий компонент приложения, это то, где мы с вами именно тему признаки делимости в данном случае будем использовать на практике, в быту, повседневной жизни, либо там, где у нас работают родители, у школьников или у студентов. И могут быть следующие вопросы. Встречается ли человек в быту повседневной жизни с признаками делимости? В каких сферах производственных деятельностей вероятность всего человеку приходится встречаться с признаками делимости? И в каких науках ученые имеют дело с признаками делимости? Очень хороший этот компонент помогает изучать логаритмы, синусы, косинусы. Когда извините... Когда извините... Вылетел ненадолго, вернулся. Итак, именно прикладной характер того материала учебного, который мы с вами проходим. Что же можно создать? Карту в приложении признаков делимости, подборку прикладных задач, причем можно разделить, допустим, на техническую направленность, либо, допустим, подборку прикладных задач общекультурного назначения. Это все зависит у нас с вами от школы, от университета, от направления подготовки, либо от класса, либо он гуманитарный, профильный. Поэтому здесь можно как раз-таки варьировать, добавлять. Ну и с вами мы все это заканчиваем опять проектом применения признаков делимости. Далее, вкратце пробегусь. Это проблема, это исследовательский компонент, более тяжелый. Это если мы с вами говорим именно об работах исследовательского характера. Узнать, как признаки делимости применяются в решении, допустим, арифметических задач, геометрических задач, либо нестандартных задач. Создать, что нужно, презентацию, сочетание различных признаков делимости, порой это сложно бывает школьникам сделать, анимационную презентацию, либо памятку, что нужно знать для применения признаков делимости. Ну и у нас с вами все заканчивается проектом. Исследование использования признаков делимости в нестандартных ситуациях. Ошибки компонент. Это узнать распространенные ошибки, допускаемые при решении задач на признаков делимости, различные заблуждения, связанные с признаками делимости, ну и всевозможные математические софизмы, основанные на признаках делимости. Что мы с вами создаем? Банк математических ошибок, памятку, так нельзя применять признаки делимости при решении математической задачи, либо плакат предостережения. Как раз-таки вот эти все продукты, памятка, плакат предостережения, можно активно использовать в учебном процессе и приносить либо в другой класс, либо вывешивать в этом классе, где мы с вами изучаем ту или иную тему. Соответственно, школьники будут смотреть на эти плакаты и уже не допускать в дальнейшем, стараться, точнее, не допускать ошибок. Ну и оформляем в виде проекта, это ошибки и софизмы о признаках делимости. Как раз и здесь это может быть очень красивая сборческая работа в виде презентации, либо доклада. На этом у нас с вами первый блок теоретически закончился. Мы плавно перейдем сейчас с вами к инструированию и используем веб-клэд образовательного назначения. Главное следует запомнить, что тематически образовательный веб-клэд мы привязываем именно к учебной теме. И он у нас создает из пяти компонентов. Теория, приложение, проблема, архивы, ошибки. И непосредственно как использовать в учебном процессе, именно сейчас я вам об этом и готов рассказать. Значит, особенность организации выполнения задания образовательного квеста мы поделили на три этапа. В свое время это было в виде эксперимента, апробация. Сейчас же активно уже используют педагоги в высшей школе и в школах, которые находят наш материал и внедряют его. Итак, первый этап это подготовительность. Сначала мы объявляем обучаемым образовательным веб-квесте, говорим о ролевом самоопределении участия. Это те самые пять компонентов у нас с вами, теория, приложение, проблемы, архивы, ошибки. Либо он может выбрать один компонент пройти, то есть мы его с особенностями уже знакомим. Либо вы скажете все пять компонентов пройти. Это все зависит уже от темпа обучения ваших школьников либо студентов. Ознакомление учащихся с полезными советами, ну и консультирование учащихся. На данном слайде будут приведены примеры с сайта matematicum.ucos.ru. Это бесплатный хостинг. Сайт создан еще в 2013 году. Почему я его оставляю? Потому что многим педагогам намного проще работать именно на бесплатных хостингах и создавать свои собственные сайты, нежели ресурсы. В разделе веб-квесты, там есть и другие образовательные веб-квесты, можно смотреть и пользоваться. В данном случае небольшая легенда, что мы посетим Академию математики и предлагает кем стать школьником. Историками, теоретиками, исследователями, практиками, ошибковедами. Как раз мы здесь с вами и видим, что это и есть те составляющие. Ссылка представлена наверху, потом в презентации она будет кликабельна, можно будет перейти более подробно на однокорство. Далее, что это ролевое определение. Здесь более конкретно говорится о том, что кем непосредственно они будут в том или ином компоненте, либо выбрав ту или иную роль. Но здесь в легенде заложено, что необходимо пройти все или иные издания. Издание архива, теория, приложения, ошибки и так далее. На данном слайде представлен один из компонентов издания архива. Приветствие мы с вами видим, небольшую легенду. И предлагается пройти как раз те самые наши подкомпоненты, в данном случае это кабинеты. Узнать, создать, оформить. И при переходе в тот или иной кабинет уже необходимо будет выполнять те самые поисково-познавательные задания, которые мы с вами рассмотрели. Небольшая инструкция тоже можно давать школьникам, студентам, чтобы они выполняли образовательный квест. На этом у нас с вами первый этап заканчивается. Он будет всегда очень сложный, когда мы будем впервые использовать и внедрять образовательный квест в учебный процесс. Но на второй, на третий раз первый этап, он входит к тому, что мы просто даем ссылку детям и они уже активно сами регистрируются, используют и начинают выполнять задания. Второй этап это основной исполнительство, когда непосредственно после выбора одного компонента или нескольких компонентов необходимо пройти вход в компоненты, узнать, создать оформу. Ну или в данном случае это пройти кабинеты по той легенде, которая заложена. Здесь заложено непосредственное выполнение поисково-познавательных заданий. Они обобщают, систематизируют, собирают сведения не только с помощью сети интернет, но также можно давать ссылки на различные ресурсы. В данном случае переведен слайд с ресурсным центром Академии математики, где мы с вами видим, это первая часть это в виде гиперссылок, вторая часть в виде уже литературы. Это уже вся ваша фантазия, что непосредственно туда можно замещать. Ну и третий этап заключительный, где мы подводим итоги, это завершающие мероприятия. Любой у нас с вами праздник заканчивается салютом, поэтому завершение образовательного веб-квеста тоже должно завершаться красивым мероприятием. Как правило, у нас с вами два урока отложены на закрепление изучивого материала по учебной теме. Раньше как мы с вами делали? Похожую контрольную решали, потом давали контрольную работу. Мы же предлагаем использовать образовательные веб-квесты, на одном уроке решаем контрольную работу, а на другом уроке ребята приходят своими проектными работами, презентуют их, тем самым мы еще раз повторяем учебный материал, ну и даем школьникам, студентам возможность показать те наработки, которые они сделали. Ну, а в дальнейшем эти работы уже можно использовать на школьном уровне конкурсов исследовательских работ, но и также на различных всероссийских конкурсах. Именно те работы, которые у нас с вами включаются после прохождения образовательного веб-квеста. Далее на пяти слайдах будут приведены критерии оценивания работ учащихся. Их образцы критериев представлены, очень часто тоже в сети интернет встречаются. Так мы предлагаем оценивать по пониманию задания, по выполнению задания, либо это случайная подборка материалов, либо это красиво собранный материал. По результатам работы, допустим, материал если не логичен и не выстроен, и оформлен плохо, то школьник должен понимать, что хорошей оценки он не получит. Творческий подход, представлены различные взгляды, работа отличается яркой индивидуальностью, то, соответственно, уже можно изставить хороший оценок. На этом у нас с вами использование именно тематического образовательного веб-квеста завершается. Мы с вами в дальнейшем приступаем к изучению новой учебной темы, ну и уже за неделю, примерно за несколько дней, можно уже давать следующий тематический образовательный веб-квест и готовиться к уроку об общении с тематизацией знаний именно с использованием тематических образовательных веб-квеста. Как я уже вам показывал, о использовании мы с вами проговорили, теперь мы с вами проговорим о конструировании образовательного веб-квеста. Самый простой вариант это создавать в виде презентаций с помощью различных сервисов, где с помощью тех же самых гиперссылок можно настраивать переходы на различные сайты, слайды и также использовать интернет-источники. Следующий вариант это создание собственных сайтов на бесплатном хостинге, они по типу схожи с презентациями, это те же самые гиперссылки переходы. Но вот уже используя внедрение больше пяти лет образовательных веб-квестов, мы поняли, что большей частью педагогам это тяжело делать, и мы начали разрабатывать собственный ресурс, собственный сайт, веб-квест.ру, можете переходить, пробовать, именно внедрять в образовательном процессе квеста. Теперь плавно переходим к проектированию информационного контента для образовательного веб-квеста. Информационный контент это то составляющая, то содержание, которое мы с вами наполняем. Мы с вами проговорили именно про теоретическую составляющую образовательного веб-квеста. И как домашнее задание мне хотелось бы вам дать возможность самим дома попробовать заполнить данную таблицу, здесь указать учебную тему, а здесь мы с вами видим это те самые пять компонентов образовательного веб-квеста, тематического архива, теория приложения, проблемы, ошибки, и под компоненты узнать, создать, оформить. И в пустые клеточки вы сами самостоятельно можете вписывать задания, которые необходимо будет выполнять школьникам. По, допустим, компоненту историческому, по теоретическому и так далее. Эти задания непосредственно можно будет потом перенести в презентацию, либо на собственный сайт, где их разметить, дать попробовать школьникам, либо студентам выполнить задание. Почему именно в виде таблицы? Именно в виде такой таблицы, либо матрицы, очень наглядно видно, и мы можем смотреть, где что у нас расположено. А уже когда давать школьникам, мы непосредственно им даем гиперссылками с возможностью переходов, чтобы они как раз таки выполняли образовательный квест. Данный слайд мелкий, я с вами соглашусь, если вы оставите комментарий. Он сделан для чего? Именно для того, чтобы показать возможность описания немного других компонентов, но тоже тематического образовательного квеста. Здесь представлены компоненты образовательного квеста по юбилею Максима Горького. Мы готовили в этом году 50 лет, с дня рождения отмечается. И если мы с вами обратим внимание, то мы видим компонент теория, компонент архива видим, компонент проблемы. Но вот два других компонента, именно на материале литературы, мы заменили это на творчество. Это компонент квеста, который предполагает чтение и интерпретацию произведения Максима Горького. И компонент настоящее. Это то, что осталось в наследие от писателя. Здесь можно включать задания, допустим, про улицы, про здания, про города. Можно сказать даже и про область, так как сам я в Нижегородской области, которая когда-то называлась Горьковской. Именно как раз в честь Максима Горького. Поэтому компонент образовательного квеста можно, конечно же, и нужно же видоизменять именно под учебную, учебный ваш предмет. Ну и примеры, так, про прощение, примеры даны на слайде. Сейчас, что я перелистаю. Примеры именно поисково-познавательных заданий. К примеру, в библиотеке архива исторический материал, Горький, формирование писателя, литературное пружение Горького, отзывы критиков и современников по творчеству Горького. Что предлагается создать в компоненте архива? Кронологические таблицы этапов жизни и творчества, выдержки из писем к современникам и конспекты статей. Ну и как до этого мы с вами говорили, это оформляется в виде проекта исторический экскурс в жизни творчества Горького. Допустим, компонент теория. Это романтический реализм, как и литературное направление, эстетические и этические взгляды Горького, ну и так далее. И предлагаем в виде чего? Опять продукта нацеленность на результат. Таблицы с основными чертами романтического реализма, конспект, либо выписка из критической литературы. Мы оформляем в виде проекта Максим Горький «Реалист в русской и мировой литературе». Я надеюсь, что здесь есть учителя русского языка и литературы. Ссылка наверху есть. Можно перейти, посмотреть и как раз использовать. На сайте уже более подробно будут представлены все компоненты. Но если будете использовать, прошу не забывать именно о той таблице, которую я вам показывал, что именно в таком формате мы для себя должны держать задание. А школьники, либо студенты, уже будут видеть именно в другом, немного ином формате при переходе по гиперссылкам. Далее хотелось сказать, что при конструировании образовательного контента можно использовать различные сторонние сервисы, ресурсы, конкурсы. Наверняка большая часть из вас слышала хотя бы об открытой лабораторной, либо принимала участие. Так вот, есть различные задания, которые там дают. Допустим, какие утверждения верные, а какие ошибочные. И именно такие интереснейшие формулировки заданий можно как раз и забирать к себе те или иные предметы. Причем это вот в данном случае, допустим, слова «периметр», «перигей», «периферия», «периодика» можно использовать не только в русском языке, но и, допустим, даже в математике. Но здесь вот несколько примеров еще приведено. Хотелось более подробно остановиться на этом примере. Это тоже ярчайший пример образовательного квеста, когда школьнику необходимо либо уже студенту, либо взрослому человеку, так как открытой лабораторной она была нацелена и не тоже на взрослых. Внештатная ситуация на космодроме произошла на крайнем спуске ракета-носителя. Здесь нужно было найти ошибки, которые допущены в данном предложении. Сам человек осознает, было тяжело что-то сделать, найти, думал, запятые, точки и так далее. Но на самом деле здесь их пять ошибок. Ну, к примеру, в нештатной ситуации не бывает, она будет только нештатной. Ракета-носителя, тот, кто несет ракету, поэтому ракета, летящая в космос, не может быть ракета-носителем, ну и так далее. Именно такие вот игровые, познавательные, нацеленные на развитие самостоятельных школьных заданий, можно использовать в информационном контенте. Открытые лабораторные – это проект, тест или это игра, которая проходила буквально, по-моему, в апреле по всей стране. По типу, это, знаете, как по типу тотального диктанта. Но только по физике, именно вот в таком варианте. Там было очень много различных направлений. Это вот ренистка, ваша версия. Загуглите, вся информация есть в интернете. Очень интересное мероприятие. Советую в следующем году принять участие. Более подробно мы описали все то, о чем я говорю в учебных изданиях. Это специфика заданий задач на конструкцию информационного контента образовательного квеста. Пожалуйста, не пугайте слово по математике. Да, мы рассмотрели на примере математики. Но образовательный квест тематически перекладывается на любой учебный предмет. Ну и практику по решению задач в школе математики. Там даны конкретные примеры к 17 учебным темам. Если есть учителя математики, свободно берите. Задания уже там будут сформулированы ко всем учебным темам. К 17 учебным темам именно по математике. Возникли вопросы, зачем нам это все надо и как дальше использовать. Ну, во-первых, новые образовательные стандарты говорят о том, что мы должны использовать новые образовательные технологии и использовать новые методические технологии в учебном процессе. Ну, а также мы все с вами проходим переподготовку, повышение квалификации. Либо подтверждаем категорию, либо получаем новость. Для этого у нас с вами должны быть публикации и участие в различных конкурсах. Вот для этого, для педагогов как раз таки мы сделали. Уже в четвертый раз мы в этом году провели международную научно-практическую конференцию. по современным образовательным веб-технологиям. В этом году у нас название было «Развивающий потенциал образовательных веб-технологий». 17-18 мая прошла в городе Артамасе. На следующий год, это 2019 год, сроки примерно будут те же самые. Статьи мы принимаем до апреля месяца ориентировочно. Вся информация в группе ВКонтакте. «Пожалуйста, участвуйте!» Это то, что как раз таки вы можете сделать и показать коллегам. Не стоит пугаться, что она научная. Конференция и практическая. И весь материал, который вы используете в учебном процессе, вы можете описать и также отправлять для участия в конференциях, но и публиковать свои материалы, получить сборник трудов и отчитаться этим на сдачу на категории. Если касаемо, допустим, математики, и говорил я вам о участвовании в различных конкурсах с теми проектными работами, которые школьники делают, присылайте к нам на конкурс. Конкурс бесплатный. Материалы принимаются до марта. В этом году он уже закончился. В седьмой раз мы его проводили. В 2019 году будет восьмой всероссийский вахтерский фестиваль-конкурс в работе математики «Красота и величие математики». Работы, созданные с помощью образовательных веб-квестов, именно после прохождения учащихся, как раз и очень гармонично могут вписаться в этот конкурс. Ну и один из пунктов в нашем сегодняшнем вебинаре заявлен. Это примеры конкурса «Научный поиск» — это конкурс образовательных веб-квестов. Когда мы поняли, что очень много коллег этим заинтересовано, создают образовательные веб-квесты, мы продумали и сделали именно уже открытый всероссийский конкурс образовательных веб-квестов. Почему открытый? Потому что мы с вами видим, что привел я вам статистику, уже в первом конкурсе приняло 5 стран, было участников. Но если Россию брать, это было 26 регионов. Итоги есть по ссылочкам, презентации потом можно будет перейти. Ну и в этом году это было более 70 работ, 18 регионов России и из трех стран коллеги, я к вам вернулся. Я надеюсь, вы успели ознакомиться с слайдом. И смотрим теперь внимательно в доступный ресурс для скачивания. Я вам открыл два приказа, это два итога конкурса, где непосредственно представлены все ссылки на работу участников. Ну и сейчас хотелось бы показать, какие же работы мы принимаем. Это могут быть от учеников 7-11 классов, от обучаемых СПО средних профессиональных, от студентов высших учебных заведений, учителей, педагогов и преподавателей высших учебных заведений. Направление образовательного квеста может быть естественно научным, гуманитарным, либо техническим направлением. Мы с вами можем, если вы увидите, посчитать, по три места в каждой номинации выдавать, то это 63 победителя, как правило, у нас получаются. Все итоги я вам открыл в приказах, прикрепил, пользуйтесь, смотрите. А вот о том, как смотреть эти работы и что интересно выискать и забирать в себе образовательные квесты, сейчас дальше вам и покажу. Именно на примерах образовательных квестов, как раз из опыта проведения конкурса квестов. Значит, смотрите, на данном слайде проведены 4 примера образовательных квестов. Это Татьяна Викторовна из Волгоградской области, а хоть и вредные числа. Татьяна Константиновна, это из разномаса работы. Сергея Сергеевича, это из Балаковского технического института. И как раз пример по Максиму Гойкову. По сайту именно коллег можно переходить и смотреть. В данном случае, а хоть и вредные числа, смотрите, я вам говорил о сложности заданий и их оформулировках. Мы посмотрим с вами, что коллеги придумали сделать характеристиками космических кораблей. И если мы посмотрим с вами сверхмощный двигатель, позволяющий преодолевать огромное расстояние, или, допустим, вот этот корабль, у которого стандартный набор базы мощности, мы с вами понимаем, что если говорим о этом корабле, то летающей тарелкой, то задания будут намного проще, нежели в межгалантинском лайнере. Но видите, как все интересно подано и сделано именно для образовательного квеста. И если мы с вами перейдем по ссылке, я не буду переходить на сторонние сервисы, все возможности у вас есть перейти с топа. Мы с вами увидим задания, которые нужно правило расположить в правильной последовательности. Вот этот ресурс, вот я его сейчас вам показываю, как конкретно можно переходить и пользоваться. То есть отсюда какую можно идею почерпнуть? Это при формулировке всех же направлений образовательного квеста, ну и использование различных сторонних сервисов в своем образовательном квесте. Образовательный веб-квест, именно вот, который сделан по теме колопы, здесь следует что отметить? Автор очень гармонично использовала YouTube, PDF-файлы и именно разметку страницы. И все это практически уместило в одном образовательном квесте. Тоже можно использовать и смотреть. Следующий пример это веб-квест по информатике, но он очень с большим секретом. Для того, чтобы конкретно начать образовательный квест, мы уже мотивируем студента в данном случае на его прохождение. Так чтобы войти в этот квест, необходимо было выполнить задание, найти стикер, вот я уже вам скрин его привел, и ввести пароль для вкода. Если есть учителя информатики, или кто-то пользуется активным фотошопным бейтом, мы с вами видим, что RGB это набор цветовой, красный, зеленый, синий наш стандартный. Если мы с вами допустим в пенте введем, 192,192,192, то это выйдет цвет серый, то есть это значение цвета. И уже сюда нужно ввести ссылочку, точнее не ссылку, а ответ серый, и уже мы начнем с вами прохождение квеста. То есть такие идеи можно собирать на мотивацию, чтобы замотивировать на прохождение образовательного квеста. Ну и пример по квесту Максиму Горькому, как еще раз отмечу, что в этот год юбилейный, можно перейти будет по ссылке, ознакомиться с заданиями образовательного квеста, здесь как раз-таки они разбили по пяти направляющим, пяти составляющим, именно тематический образовательный квест. Если есть учителя литературы, пожалуйста, берите, используйте, можно по этому сайте блуждать, либо можно конкретно как-то себе копировать, но, конечно, не забывайте ссылаться на первоисточник. И хотелось бы вкратце, в завершении образовательного нашего сегодняшнего вебинара, показать ту самую платформу, над которой мы работаем и создаем. Давайте сразу скажу, что вся информация есть на квест.ру, там лейдинговая страничка, на любую кнопку нажимайте, форма обратной связи есть, либо есть демо-версия, либо пробовать. Заходите, пробуйте. Вот та же самая путинообразная модель, где будут появляться компоненты. Во главе у нас с вами учебная тема. И вот они, те самые пять составляющих, куда мы заложили легенду, а уже в следующей кружочке это те самые подкомпоненты. Узнать, создать, оформить. Пример, как скрины еще, это личные кабинеты. Если кому-то педагогам интересно, и в данном случае вот этот кабинет мы используем как в тестовом режиме. Здесь мы с вами видим создание процесса образовательного квеста. Это можно добавлять разделы, это те самые компоненты квеста, допустим, теории, приложения, проблемы, архивы, ошибки. И подкомпоненты узнать, создать, оформить. И есть отдельный кабинет у ученика, есть отдельный кабинет у школьника. Если кого-то заинтересует, на сайте sqs.ru форма обратной связи есть, заполняйте данные, кодовое слово можно писать вебинар от 4 июня, либо мне напишите электронку, электронку в конце я вам подоставлю. Пожалуйста, можно тоже активно использовать в своем учебном процессе. Но это в идеале к чему мы стремимся, это отдельный кабинет у нас есть прорисованный, это вид школьника, где мы с вами видим его характеристики, сколько он уже набрал баллов по тем или иным предметам, какие ему квесты доступны. Вид также это от учителя, готовые шаблоны, что-то можно уже внегрять и использовать. Ну, это задание на соответствии процесс консервирования, когда вот эти картинки нужно будет перемещать на те или иные страны в данном случае. На данном слайде видео о нашем проекте можете посмотреть. На этом хотелось бы завершить свое выступление. Телефон и электронка есть. Пишите, всегда готов буду ответить. Ну и готовы к сотрудничеству. Сейчас у нас с вами остается 7 минут официальных до решения образовательного квеста. Готов ответить на ваши вопросы. Вижу, что информация была наверху в том, что приказы недоступны. Если перейти на конкурсные сайты, то там информация размещена по прошлогоднему. По второму конкурсу квестов информация будет сегодня или завтра добавлена. Все конкурсы бесплатные. Участие в конференции это как правило 100 рублей за страницу. Но от этого мы никуда с вами не денемся. Если мы с вами говорим про платформу quest.ru, да, пока мы работаем в тестовом режиме, пока мы создаем образовательные квесты, мы готовы с вами работать бесплатно ради того, чтобы конкретно вы пробовали и внедряли образовательные квесты в учебном процессе. Как часто можно проводить задания? Как я вам уже говорил, что тематический образовательный квест привязан строго к учебной теме. Поэтому учебных тем у нас с вами 5-6 за курс по предмету. И таких квестов мы создаем 5 или 6 соответственно 5-6 своих проектных исследовательских работ школьники создают и используют. Об этом говорил как раз и в теоретической части. Поэтому я думаю, вы увидели, что теоретическая и практическая часть как раз в детстве представлены. В следующем году, да, конечно, я думаю, что будет бесплатным. Однозначно конкурс у этого бесплатный. Ну и в следующий год мы хотим активно провести цикл вебинаров именно о подготовке учителей. Какие виды еще есть веб-квестов? Есть игровые образовательные квесты. Это не только когда теорию мы рассматриваем, а, к примеру, мы берем с вами стандартные игры для обучения. Если мы с вами возьмем сапер или змейку, и мы их с вами переделываем именно под учебный процесс. Если перейдете на сайт sqs.ru, увидите демо-версию, перейдете в путинообразную модель и нажмете на любой один из пяти компонентов, там будет начать прохождение квеста. Вот именно там вы увидите игровой образовательный квест. Но сегодня о нем много не говорил. Почему? Потому что это можно вообще вынести на отдельные даже вебинар. Так, вопросы вижу. Есть ли пример веб-квест для начальной школы? В документах есть приказы. Там однозначно вы найдете примеры веб-квеста для начальной школы. Если интересно, то можем попробовать постараться сконструировать именно тематические образовательные веб-квесты. Наталья Викторовна, напишите, поработаем вместе. В конструкции у вас пополняют другие курсы, например, статистику. Да, можно попробовать, но весь вид будет имен по пяти компонентам. Либо вы убираете пять компонентов, вы добавляете больше, либо меньше. Для высшей школы тоже делал квест. Получалось, студенты также активно используют. Причем, первый квест делали именно сами студенты, сами формулировали задания для того, чтобы следующим студентам использовать. Дисциплина была на два семестра разбита, когда они весь курс прошли, дальше мы с ними сконструировали задания, сделали образовательный квест, а уже потом те, кто младше курса учились, они уже выполняли непосредственно образовательный квест. Рад, что вам понравилось, что вы пишете интересно, в данном случае рада Александровне встала. Спасибо, тоже вам огромное. Нет, квесты не только по математике, есть квесты по химии, по литературе, по русскому языку, по квестам на английском языке. Анна Дмитриевна, напишите, пожалуйста, мне отдельное письмо, я думаю, что мы с вами сможем посотрудничать более честнее. Групповая работа, как отображать статистику? Мы, если говорим на уроке групповая работа или где-то отдельно, вот я как понял на уроке, то лучше работать в мини-группах, это 2-3 человека. Больше не следует, потому что будет кто-то один или два работать. Спасибо большое за комментарии. Так, как можем связаться? Последний слайд я вам показываю. Номер телефона есть, электронка есть. Пишите, пожалуйста, либо здесь в чате можно написать. Через обратную форму на сайте rquest.ru тоже можно оставить связь. Спасибо большое за прекрасную рассказчику, Алексеевну, очень приятно. Так, Большое спасибо про игровые квесты тоже интересно. Игровые квесты, да-да-да, смотрите на сайте, все можно увидеть. Коллеги, вот оставляйте электронку, лучше напишите, потому что будет тяжело сейчас перекопировать. Но вопросов больше нет, как я понимаю. Очень рад, что практически все, я думаю, ответили спасибо. Это говорит о том, что да, наш вебинар сегодня с вами состоялся. Презентация в открытом доступе вам ее отдаю, пользуйтесь, приказы с итогами квестов тоже вам сбросил. Ну, и, конечно же, ждем вас среди участников в 2019 году на третьем открытом всероссийском конкурсе оборудовательных квестов научных поисков. В этом году он состоялся при поддержке федерального агентства по делам Росмолодежь. Это большая структура, которая как раз поддержала проект. И в этом году с ценными тризами многие коллеги были награждены не только дипломами, сертификатами, но и ценными тризами. Ну, и что самое главное, я думаю, каждому вам это полезно, это сертификаты, благодарственные письма, дипломы, которые мы выдаем абсолютно всем участникам бесплатно. Поэтому, коллеги, мы вас ждем, рад был сегодня с вами пообщаться, пишите, буду рад сотрудничеству. Спасибо вам огромное. Уважаемые коллеги, давайте поблагодарим Сергея Васильевича за такой интересный вебинар. Было много, и я рад, это значит, что наш конкурс оправдал себя полностью. Из тех технических вопросов, которые я здесь видел, обращаю ваше внимание, что при скачивании материалов, которые выложил Сергей, надо нажимать на зеленый значок, а не на название файла. Если что-то не так скачалось, просто перекачайте. Я для себя скачал, попробовал, все нормально, поэтому, видимо, просто у кого не открывается презентация, просто неправильно скачалась ошибка при скачке произошла. Ну, что ж, коллеги, нас ждет еще впереди встреча еще с двумя победителями конкурса. Один из таких вебинаров будет 14 числа, ищите по нашему расписанию, либо ждите рассылок, будет информация об этом мероприятии, и еще одна, видимо, в 20-х числах июня тоже будет еще один вебинар еще одного победителя нашего конкурса. я с вами прощаюсь, прощаюсь до 6-го числа, до послезавтра, послезавтра будет мой вебинар, приходите, будет интересно, всего хорошего, до встречи на вебинарах Директ Академии, до свидания. Продолжение следует...